Добрый день! Сегодня на обзоре нож от компании Queen Cutlery, это utility knife, ну вот его номер. Немного о самой компании. Компания вот тут видно была образована в 22 году, на самом деле в 21, но уже именно как корпорация с таким именем Queen Cutlery, она с 22 года. Была такая, это в Титусвилл, Пенсильвания, в этом городе была другая компания, называлась Шеттен Морган. Эта компания Шеттен Морган была с конца 19 века. И люди, которые основали Queen Cutlery, они были, это пять человек, которые раньше работали в Шеттен Морган, и то ли их выгнали, то ли они сами ушли, основали свою компанию. И вот в этом городе Титусвилл эти две компании рядом существовали и конкурировали между собой. В конце концов Queen Cutlery купила через 10 или 15 лет, купила компанию Шеттен Морган и переехали, в общем начали дальше использовать их производственные площади для собственного производства тоже. И если так разобраться, то по большому счету надо отсчитывать не с 22 года, а в конце 19 века, потому что тут между собой связаны эти компании Шеттен Морган и Queen Cutlery. И они, так что можно говорить, что уже они там больше 100 лет выпускают эти ножи. В общем, я думаю, что это вполне можно так утверждать. Потом Queen Cutlery была куплена компанией, как же она называется, по-моему Servatronics она называется. И Servatronics это та компания, которая владеет также компанией Ontario Knife. То есть которая выпускает всеми любимую крысу и так далее. То есть иначе говоря, крыса и вот этот вот нож, ну там дальние-дальние родственники. Фактически компания, которая владеет этими торговыми марками. Это одна и та же компания, по-моему, Servatronics называется. Вот. Ну теперь о самом ноже. Поставляется такой вот завернутый в папиросную бумажку. Вообще все так сделано. Так как Queen Cutlery выпускает ножи в традиционном американском дизайне, то и здесь, соответственно, такие вот под старину, под ретро все надписи сделаны. Папиросная бумага. Вот. Ну и в общем, сам ножик. Есть куча дизайнов. Вот этот вот, это называют, они называют это Utility Knife California, клинок тип California. То есть это Clip Point, но более обкушенный сюда, ближе к пяти клинка. По своей конструкции это нож относится к типу joint. Это без фиксации клинка в открытом положении. То есть он удерживается в открытом положении пружиной, которая, конечно же, если усилие наложить сюда, на обух, то она складывается. Ну все отполировано. Здесь вот лайнеры. Скорее всего, это латунь из цветного металла. Накладки на рукоятке. Это кость. Они ее называют янтарно-медовая. То есть каким-то особым образом она в чем-то там вымачивается для того, чтобы она вот приобрела вот такой вот цвет. Ну и, соответственно, делаются на ней такие как вот насечки. То есть она не полированная, не гладкая, вот такая вот. Такая есть. И так называемый шил, то есть шильдик, бирка. Ну не знаю, как назвать правильно. Вот в традиционных ножах она вот именно на рукоятке вырезается под нее отверстие, она потом туда клеится или каким-то другим образом крепится. Вот она. И это как бы... Queen Cutler Co. Tool Steel. Сталь здесь D2. С этой стороны ничего нет. Queen Cutler одна из первых компаний американских, которая перешла на нержавеющую сталь. То есть они делали из 420 стали клинки. Дело в том, что нержавейка в складных ножах это достаточно... Ну в масштабах вселенной достаточно новое изобретение. Иначе говоря, начали использовать его только в 20-х годах. До этого все складные ножи, которые были, это были в 20-х годах прошлого века. Это были... Ну использовалась углеродка та или иная. Вот. И... То есть они начали использовать первыми нержавейку, потом они использовали также АТС-34. Вот, в принципе, они с 2000-х годов начали использовать D2. То есть... Ну, условно говоря, полу нержавеющую сталь. То есть, если взять, скажем, Крысу или Тенейшас, у них, ну, номинально из нержавеющей стали сделан клинок. И в этом клинке... В общем, в этой стали, которая используется, это в Крысе, это АУС-8, А в Тенейшасе ЭТС-13 МОВИ, там 13% хрома. В Д2, по одним данным 11%, по другим данным 12% хрома. То есть... Она не очень далеко отошла от номинально нержавеющих стали, Которые, конечно же, ржавеют, если все, конечно, знают про это. Про это, что и у Тенейшаса сталь ржавеет, и у... И у Крысы сталь ржавеет, в принципе, если ее без особого ухода оставлять. Не прямо так ржавеет, как, например, 1095, в котором нет вообще хрома. Но он ржавеет, то есть подвергнут ржавчине. И в этом смысле английский язык более точно передает смысл. То есть в русском языке, если мы говорим нержавеющая сталь, то есть она типа не ржавеет. А в английском это стейнлес, то есть можно его перевести как без пятен, либо же без ржавчины, нержавеющая. Можно перевести, что ржавеет меньше. Стейнлес, то есть менее ржавеющая сталь. То есть не прямо там 100% нержавеющая. Но дело в том, что в Д2 гораздо более высокое содержание углерода. И это тоже, ну, чем больше углерода, тем больше склонна к ржавению сталь. Сам по себе ножик небольшой. Вот для примера. Сейчас, секундочку. Просто покажу рядом с каким-нибудь. Не знаю. Сейчас, секунду. Ничего особо нет под руками. Ну вот с таким дизайном как бакс 110 рядом поставил. Видно, что он ее как быковцу покрывает. Ну то есть ножик небольшой. Такой изящный. Чем-то есть известный дизайн техасская зубочистка. Ну там единственное, все еще более утрировано. То есть он еще более, вот этот вот загиб еще более ярко выражен. Здесь вот эта вот часть зубочистки, она более острая, более вытянутая. И сам клинок, то есть пропорции клинка, то есть он больше. Но чем-то что-то есть. Тоже там Калифорния тип клинка. Вот. Чем-то похоже на техасская зубочистка. Вот такой вот изящный перочинный ножик. Ну вот. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok